Необычный взгляд на архитектуру Соловков представили студенты Московской архитектурной школы. По их мнению, сакральное значение архипелага должно быть учтено в проектировании и последующем строительстве здесь объектов. Свои проекты студенты представили сегодня в правительстве Архангельской области. Профессор Московской архитектурной школы Наринет Тютчева в своем докладе напомнила, что Соловки находятся с Иерусалимом на одном меридиане. В своих исследованиях авторы проектов обратились к опыту предков, которые учитывали ориентацию зданий по сторонам света. В презентации также говорилось о связи со Вселенной, использовании пространства и общей миссии Соловков. Это пространство, освященное страданием мучеников, но при этом наполнено нематериальной радостью воскресения через Евхаристию, которая совершалась даже и в лагере, совершается ежедневно и сегодня в храмах монастыря. Соловки — это и есть престол, это и есть зеленый антимис, притворяющий материю в дух. Действительно, иногда к философию надо погружаться. Спасибо большое. И я очень рассчитываю, что с такого посыла мы сможем увидеть и работы, которые представят ребята. Это очень здорово. Я даже немножко жалею. Я, к сожалению, вынужден буду уйти. Вообще застройка архипелага — тема непростая. Дискуссия развернулась с началом строительства музейного комплекса. Летом прошлого года многие эксперты в области архитектуры и охраны культурного наследия призывали остановить стройку. По их мнению, новый музейный комплекс возводится слишком близко от внесенного в списки всемирного наследия ЮНЕСКО ансамбля Соловецкого монастыря. Поэтому было принято решение впредь подключать общественность и профессионалов для обсуждения застройки уникального архипелага. Сакраментально.